Всем привет еще раз, прошу прощения за качество, вот сейчас буквально в режиме реального времени буду показывать вам кадры, которые присылают из Хабаровска с сегодняшнего, уже следующего митинга, который начался по местному времени в 21.00, там в Хабаровске люди вышли в очередной раз, прошли маршем, все это продолжается до сих пор, я вам буду показывать и просто комментировать, ну чтобы вы были в курсе. Да, кстати, специально не буду ставить никаких логотипов, на случай, если вдруг кто-то из моих коллег захочет использовать это видео, потом давайте распространим, потому что я думаю, что это сделать нужно. Ну, молодцы хабаровчане! Молодцы хабаровчане! Обязательно победят, ну это хорошо, что с таким настроем ребята вышли. Вот пишет мне, что сейчас дадут круг вернуться митинговать на площадь Ленина, ну я так подозреваю, это как раз они уже возвращаются, идут с фонариками, с включенными сотовыми телефонами, прохожие аплодируют демонстрантам, автомобилисты следом колонной едут, сигналят в знак солидарности. Милиция, что удивительно, не препятствует, вот именно в данном случае я буду говорить милиция, потому что полиция, да и название вообще полицейский себя, наверное, дискредитировала за последнее время. Милицию мы помним, как действительно правоохранительные органы, как органы правопорядка, вот с полицией как-то не всё так хорошо, как хотелось бы, хотя, вот пишет мне зритель, пригнали московский ОМОН. Значит, они находятся в здании правительства края, со щитами и в касках, вооружённые. Ну, порядок, впрочем, никто не нарушает, никто не пытается провоцировать конфликта с правоохранителями. Гаишники тоже не в претензии по этому колонну сопровождают, я уж не знаю почему, то ли в знак солидарности, то ли просто на случай, чтобы не допустить массовых беспорядков. А может быть, как раз тем, чем должны заниматься милиционеры, как раз охраняют этих самых демонстрантов. Тем не менее, участники опасались всё это время, что могут быть какие-то провокации, придётся сразу, я переписывался с адвокатом, вы его периодически можете видеть в кадре. Человек писал, что, видимо, придётся сразу выступать уже и в роли адвоката, в том числе на протяжении часа, вот сама по себе, да, длина, продолжительность вот этой вот колонны, которая двигалась по Хабаровску, она двигалась на протяжении часа сплошным потоком, то есть это что бы Киселёк потом не рассказывал, и ему подобные клоуны, огромное количество людей опять же вышло, то есть эти люди показывают, что да, мы не собираем создаваться. Вот опять зачитываю комментарии от зрителя. Я думаю, мы проведём подобную акцию у местного краевого следственного комитета, надо будет, наверное, возле здания, где находится, цитирую, где работают, где находится рабочий кабинет путинского алхалуя Трутнева. Трутнев – это, насколько я понимаю, полпред тамошним федеральном округе, ну или что-то в этом роде, я просто уже запутался в том количестве чиновников, которое у нас развилось в стране, каждый чем-то занимается, каждый сидит на шее у народа, получает какие-то бюджетные деньги, кто что делает, непонятно. Да, Трутнев вот мне подсказывает, что прибыл в Хабаровск из Владика, из Владикавказа, из Владикавостока, усмирять митингующих, но, в общем, не решился. Пока, вот, на данный момент не решился, может быть, ожидает кого-то. В 15.20 ориентировочно Москвы пришла информация о том, что была задержана пресс-секретарь Фургала, Томченко, прям цитирую, опять «суки под шумок творят свои негодяйства». Томченко, о которой вчера много говорили, которая пыталась успокоить митингующих, выразила благодарность, как сказал Камикадзе, даже попыталась селить протест, она потом заявляла, что ничего она не собиралась сливать, не планировала, просто дело в том, что ей кто-то угрожал, видимо, человека можно понять. Кстати, чуть позже, где-то минут через 15-20-30, может быть, Томченко опровергла информацию о том, что ее пытались задержать. Ну, вернее, насчет пытались не знаю, опровергла информацию о своем задержании. Ну, как вот предполагают участники протеста, как предполагают мои зрители, которые держат меня на связи всего происходящего, ну, возможно, просто побоялись, потому что толпа действительно огромная, таких митингов там в современной Болотной площади никто не помнит, а уж для небольшого Хабаровска, который в сравнении с Москвой действительно очень небольшой, гораздо значительно меньше. Это вообще что-то невероятное, возможно, действительно опасаются. Всем здравствуйте, меня зовут Надежда Томченко, я пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сейчас мне поступило больше 40 звонков на мобильный телефон, на этот номер, и я думаю, что всех интересовал один вопрос, это арестована ли я, задержана, и приходили ли у меня обыски. Хочу успокоить всех, сказать, что нет, меня не арестовали, я была сейчас на вечерней встрече личной, и когда пришла домой, следов обыска я не обнаружила, кровати не перевернуты, дома чисто, двери не выломаны, вроде все так, как оставляла утром. Поэтому хочу сказать всем большое спасибо, кто переживал, кто звонил, уточнял. Пока так, еще раз повторюсь, радует, что все спокойно, радует, что пока действительно начинают беспределить наши полиционеры, вернее, не наши полиционеры, а кремлевские полиционеры. Наши, как я уже сказал, это скорее милиция, вот это вот наши. Тех, кто называет себя полицейскими. Ну, будем к этому еще возвращаться, видимо, уже, наверное, завтра, будем держать вас в курсе. Все, пока, пока!